Занятки отбылись у рамках работы Публичного центра правовой информации на базе Гомельской центральной городской библиотеки имя Герцена. Угольнявой форме школьникам расслумачили, как правильно переходит дорогу и на який сигнал светофора реаговать. С допомогой ножниц, специальной паперы и трафарета у детям так само показали, как можно вырыбить фликеры самостойно. Готовые элементы можно было забрать с собой и носить у вечера. Нужно посмотреть, не едет ли машина. Если едет, то пока идти не нужно, подождать, пока она проедет. А если машина останавливается, то переходить. Только сначала посмотреть сетки еще раз. Правила дорожного движения ЕСОБЛИДЕ и советую другим. Не надо бегать, надо обязательно смотреть по сторонам и еще пропускать всегда машину, если скользко. Я ношу фликер, чтобы у меня было хорошо видно в темноте. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма актуальна всегда, особенно в зимний период, так как световой день гораздо короче. В темное время суток не всегда водитель вовремя имеет возможность увидеть пешехода и предоставить ему преимущество в движении на том же пешеходном переходе. Но, конечно же, пешеходы должны тоже не только обозначать себя световозвращающими элементами, но и быть внимательны на дороге. Переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись в том, что водитель его увидел и предоставляет ему преимущество в движении. Ведение ПДР необходимо детям как на шляху, в школу, так и до дома. Один и день безопасности дорожного руха проводится до и что месяц с усими его удельниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова